Самые меткие люди Мордовии, взлет и падение, некогда самого перспективного воспитанника мордовского футбола, несостоявшиеся мордовские звездочки и многое другое. Мы продолжаем нашу архивную рубрику, в которой рассказываем о том, что было в наших эфирах в этот день в разные годы. На очереди 22 мая. В 2003 году сборная Мордовии по пулевой стрельбе, составленная из представителей мордовского отделения общества «Динамо», готовилась к выступлению на чемпионате страны. Отсутствие специализированного стрельбища не мешало нашим стрелкам добиваться отличных результатов. Не было турнира, с которого бы они не привозили каких-либо наград, причем подкупало то, что в нашей команде есть хорошие мастера стрельбы из разных видов оружия – пистолеты, автоматы или винтовки. Представители Бордовии не раз становились призерами чемпионатов России, их приглашали даже на европейское первенство среди полицейских, но средств на поездку найти не удалось. Именно из этого автомата было произведено, результат был 285 очков, 99 лёжа, 96 с колена и 91 стоять. В принципе, это результат мастер-спорта. Это был лучший результат в жизни моей жизни. Путь в Афины для будущего чемпиона Олимпийских игр Алексея Мишина был тернист. До чемпионата страны 2004 года, который проходил в Ульяновске, он был одним из кандидатов на поездку на главный старт четырёхлетия. Ровно как и ещё один наш борец – Ренат Бикинин. Свою состоятельность они должны были показать на внутрироссийской арене. Мишин с задачей справился блестяще. В финале он не оставил шансов своему главному конкуренту – Александру Меньшикову, и одержал уверенную победу со счётом 5-0. Бикинин попасть в число призёров не смог. Он проиграл на ранней стадии. Тем не менее, до последнего входил в расширенный список кандидатов на поездку в Афины, но в итоге тренерский штаб сделал выбор в пользу чемпиона страны – опытного Гейдара Мамедалиева, который в Афинах завоевал серебро. А наш Алексей Мишин одержит триумфальную победу. Ну, финальный поединок был очень сильный, потому что встречались два основных мастера спорта. Я бы сказал, что Саша тоже не подарок, он чемпион мира на придёрме. Я нашёл в себе силы, особенно когда я повёл 2-0, я немножко вдохновился, что я веду. Я знал, что он сломается, потому что я помоложе. И как бы у меня… ну, я посчитал, что я в этой схватке посильнее. Я взорвался на свой городный приём и сделал его. 22 мая 2005 года зажглась звезда Кирилла Курочкина. В одном из матчей в рамках первенства 2-го дивизиона зоны «Центр» он смог забить 4 мяча. Притём сделал это после выхода на замену во втором тайме. Оформить покер, да ещё в таком возрасте, на тот момент Кириллу было только 16, такое случается крайне редко. Не то, что в республиканском футборе, но и в российском масштабе. Покер Курочкин отгрузил локомотиву из города Лиски в Воронежской области. 16 лет, пожалуй, не было. Говорили, что там Стольцов, Кожемякин забивали, но поскольку они забивали, я не знаю. Надеюсь, что, может быть, и в последующем будут такие дни. Не только один день этот, но и другие другие. Теперь уже придётся держать матку. Если в зале вот такой, то нужно будет оправдывать доверие болельщиков. После двух успешных сезонов в Мордовии наших лучших молодых игроков Кирилла Курочкина и Дмитрия Сысуева пригласили на просмотр в московское «Динамо». Оба затем вернулись, поскольку саранский клуб получил право играть в первом дивизионе. Москвичи оставили за собой право выкупа игроков. Этим пунктом «Динамовцы» воспользовались в отношении Курочкина. В 2007-м игрок был выкуплен. Сумма трансфера, по данным сайта «Трансфермарк», составила 300 тысяч евро. Однако сходу закрепиться в составе не удалось. За год Кирилл провёл всего один матч в рамках Кубка страны, в котором белоголубые проиграли «Зениту» с неприличным счётом 3-9. 22 мая 2008 года в нашем эфире вышел сюжет о том, что футболист возвращается в Мордовию, где будет играть на правах аренды. В Саранске я приехал не заканчивать, не доигрывать карьеру. Я приехал за игровой практикой, я приехал помочь родному клубу, помочь себе. Клуб поможет мне, я помогу клубу. И поэтому тут всё у нас обоюдно. И вообще не считаю это что-то... В 19 лет, по-моему, не тот возраст, когда нужно отчаиваться, когда не получилось первый раз, второй. Да и миллионы шансов этих будет ещё, если самое главное их правильно использовать. Воспользоваться своими шансами некогда самый перспективный воспитанник мордовского футбола не смог. Доиграв сезон в Мордовии, он отправился в аренду в Липецкий Металлург. А затем и вовсе на время пропал, а появился уже в любительском чемпионате Мордовии. Кирилл Курочкин наглядный пример того, как не стоит относиться к своему таланту и возможностям. 22 мая 2007 года в нашем эфире мы рассказывали о новом для нашей республики виде спорта. Однако инициатива развить в Мордовии гандбол широкого распространения не получила. На несколько недель в столицу республики прибыл заслуженный тренер России Геннадий Клыпо. Согласился приехать в нашу республику специалист, поработавший в Суперлиге по совету друга детства. На тот момент главного тренера баскетбольного Роскона Павла Брыкалова. Однако дальше тренировок на базе 37-й школы дело не дошло. Мордовским звездочкам, именно такое название должно было быть у команды, на гандбольном небосклоне зажечься было не суждено. Хотя планы, как обычно, были наполеоновские. Создать хорошую детскую команду. Именно и хотим назвать ее «звездышкой Мордовии», чтобы она успешно выступала на первенстве России. В 2017 году в этот день мы подводили итоги первенства страны по плаванию. В противостоянии спортсменов Москвы и Санкт-Петербурга лучшими в неофициальном общекомандном зачете были пловцы из культурной столицы. Причем они победили и по количеству завоеванных наград 16, и по числу золотых медалей 9. Шесть из них завоевал главный триумфатор того турнира, а в настоящее время уже трехкратный призер чемпионата мира Андрей Минаков. В Саранске он был лучшим во всех видах программы, в которых выступал. А на 100-метровке «Баттерфляем» ему совсем немного не хватило до рекорда России, который он превысит через два года. Конечно, первые дни зашли, как я хотел, а вот уже в конце, последние дни, конечно, пошли похуже, но все-таки усталость накопилась за первые дни. Таким разным было 22 мая с точки зрения спортивной редакции наших новостей. Продолжайте смотреть нашу архивную рубрику, прошлые выпуски можно без труда найти в интернете. Помните, лучше нас современную спортивную историю Мордовии не расскажет и не покажет никто.